Доброе время суток! Хочу с сегодняшнего дня открыть серию лекций по философии эстетики. Что такое эстетика, да, то есть рассмотреть ее сущность, разные ее варианты, виды. В том числе будем касаться не только музыки, там живописи, что такое архитектура, танец, например, даже такие вещи, как юмор, сарказм, да, это все тоже относится к эстетике, да. Вот, и это очень важная вещь, да, и надо ее тоже знать, вот, особенно музыкантам, поэтому это все рассмотрим. Но сегодня вот эта лекция первая будет посвящена именно практичности, то есть я пока не буду углубляться в детали, там, касательно того, что именно эстетика себе представляет, то есть самое интересное и важное, ну оставим это на уже потом, да, на второе, на второе видео, да, то есть я там планирую где-то видео сделать, может, пять-четыре на эту тему, потому что тема очень обширная, да, широкая, но это будет постепенно, там может быть в течение полугода, может быть в течение меньше, не знаю, как будет настроение, да, у меня, как будет со временем. И значит, ну, я вам хочу сказать сразу, что эстетика, почему она важная, да, первое, это потому, что это не только то, что вот музыка, то, что живопись, то, что театр, то есть это не только искусство, да, некая искусность, то, что вот сложно создать, некое творчество, да, а это еще и вещи бытовые, которые нас окружают, мы просто этого не замечаем, и посему эстетика, это вообще, она нас окружает 24 часа в сутки, например, это вот цвет стены, который, да, здесь, это цвет моей одежды, то есть именно это выбор того цвета, да, ну это, конечно, эстетика, скажем так, элементарная, то есть она, ну, такая бытовая эстетика, это, конечно, разные вещи, да, с эстетикой, там, какой-нибудь, там, сонатой Моцарта, например, или еще кого-то, да, там, но тем не менее, это эстетика, это узор, орнамент на ваших, там, посудах, чашках, вот, это, это даже, вот, геометрия ваших окон, например, да, то есть симметрия, да, в данном случае, почему они симметричны, почему люди все делают симметрично, вы не думали? Ну, это мы все обсудим, да, вот, поэтому эстетика нас окружает очень сильно, и посему надо знать, что это такое, значит, какая литература существует по эстетике? Это у нас, я очень мало, хорошая, вообще, философы, конечно, очень сильно опорочили свое имя, в частности, понятие философия, его завлудили, да, и сейчас, ну, для, скажем так, для обывателя с улицы, тот, который там сталкивался, так или иначе, в той или иной степени, больше или меньше в университетах, в школах, ну, в школах не учат философию, причем зря, то для него философия это что? Это такое, во-первых, что-то, во-первых, скучноватое часто, во-вторых, непонятное очень сильно, и в-третьих, то, что, в общем, такое слишком релативное, и стало быть, то есть, там можно доказать и опровергнуть противоположные какие-то утверждения, например, там, не знаю, вот, один философ так, другой философ всяк, короче, в общем, все там отличаются, вот его, ну, в принципе, такой плюрализм, точек зрения существует и в нашем мире, да, спросить у любого человека, там, его отношение, там, к политике, к вещам, к каким-то там, к религии, еще каким-то, к музыке будет отличаться, это, в принципе, нормально, да, но там это же, типа, как наука, она претендует на какие-то обоснования, и там все настолько размыто, все настолько плюралистично, чрезмерно, да, вот, и поэтому это такой какой-то хаос вообще, вот, вот, это благодаря философам, такая вот слава у философии, да, ну, это первая причина, вторая причина то, что сами люди, конечно, туповаты в своем большинстве, мягко говоря, туповаты, на самом деле, очень тупые, там, прям, космически, да, и поэтому их ничего не интересует, кроме, там, поесть, размножиться и где-то с доминировать при возможности, там, ну, там, в виде какой-то, там, покупки или квартиры, или машины, или, в общем, не знаю, чего угодно, мышц, как у меня, например, короче, то есть, как-то выпендриться, да, грубо говоря, поэтому никого это не интересует, поэтому философия снискала себе такую дурную славу, да, то есть суммирую, да, по двум причинам. Первая, это в силу самих философов, что они порой такую чушь, ну, просто нудоту, вот, там, Геккель, какой-то, Хайдеггер, например, да, такую бредятину просто, ну, это отдельная тема, да, ну, и плюс сами люди виноваты, что они не интересуются вещами серьезными. В связи с этим я хочу вам сказать, что я этот термин не люблю уже теперь философия, потому что его зафлудили, ну, то есть его, как бы, уже у людей будет это ассоциироваться, если я скажу, допустим, вот сегодня у нас там философия, эстетики, скажут, да, философия, что там такое, какая-то нудота, бред какой-то там, да, это самое. Вот, поэтому я же не буду каждый раз объяснять, что под философией, я имею в виду, вот, не такой бред, как у Гегеля, например, там, или у кого-то Хайдегера, там, или у кого-то Ницше, ну, этих бездарей, да, а там, например, как у Канта или Шопенгау. Я же не буду каждый раз в этом. Поэтому я хочу заменить это понятие на филологика, то есть философия, да, немножко сейчас сделаю такую небольшую, да, небольшую преамбулу, да, перед лекцией, это, то есть, что, что философия теперь будет у меня, ну, я буду ее называть филологикой, то есть фил это любовь, да, кто не знает ее, ну, и понятно, что логика, поэтому, потому что философия должна быть, быть, как и Кант писал, как и, в принципе, это естественно, или не характерно, быть наукой, да, то есть опираться на какие-то правила научные, какие-то законы научные, в данном случае здесь идет речь больше о логике, ну, преимущественно о логике, да, то есть быть наукой логичной, а не так, как, допустим, Ницше, да, что хочу, то утверждаю, там, написал, допустим, там, это есть так, и все, без аргументов, там, вот, Бог умер, все, там, или еще что-то, то есть, понимаете, а Кант, допустим, пишет, это есть так, и потом на 300 страниц объяснять, почему это так, и в каждой странице такие слова, поскольку, в связи с этим, потому что так-то и так-то, то есть причины и следствия, да, констатироваться, то есть причины и следствия, поэтому и слова такие, как следовательно, да, это признак того, что человек, ну, пишет логически как-то, а так просто писать, это есть то, как, допустим, Бердяев тоже, ну, люди больные, да, они, Берлияль не сильно больной, Берлияль просто не философ, это не наука, это просто что хочу, то пишу, мол, я пишу, короче, читайте меня. Поэтому филологика, под филологикой я буду отличать ее от философии тем, что это будет такая строгая философия научная, которая будет максимально базироваться на логике, на каких-то таких положениях, на математике. Математика и логика это одна тоже почти, всякая логика это математика, но не всякая математика логика, то есть математика шире чуть-чуть, под математикой имеется в виду не алгебра, не 1, 2, а 3, а там допустим, а больше b, а равняется а, ну то есть такие вот вещи, такие вот всякие законы, положения, алгоритмы и прочее. Вот, поэтому я называю это филологика эстетики, будем так называть, это слово такое ввожу новое, да, типа чтобы она была, максимально отражала объективность, чистоту, да, мышление и знания. Вот, хорошо, с этими мы выяснили, дальше, теперь давайте приступим непосредственно к тому, что, то есть к теме, тема у нас это практичность эстетики, то есть почему нам нужны эти знания, вот наша тема такая сегодня, да. То есть зачем вот это все копаться там в этой эстетике, ну играешь ты там себе на фортепиано или на гитаре или там на баллайке, играешь себе, ты же музыку чувствуешь, там тебе научили фразировки делать какие-то, ну и слава богу, умеешь рисовать, умеешь, актером являешься, являешься, играешь как-то, ну играешь нормально, есть даже хорошо играют на гитаре, есть хорошо играют на сцене, в театре, то есть, ну зачем эта эстетика. Ну, я объясняю теперь зачем, да, непосредственно вот, вот тема, которая наша сегодняшняя. Значит, первое, эстетика нужна, ну так как мы выяснили, что это все, что нас окружает, извините меня, это то, что, это то, что, ну мы видим каждый день, там какие-то фигурки, не знаю, цвета, люстры, не знаю, ее узоры, ну то есть вообще, вот стол вот этот, да, почему он такой прямоугольный, почему нельзя сделать как попало, так варилзал досочки, это же типа тоже как вот, ну. Короче, ребят, это очень серьезная тема, и она очень важная. Более того, я вам хочу сказать, что философия, что ее проблематика, то есть не философия, а филологика, да, филологика эстетики, довольно сложная тема, ну это подмечали все философы, да, что, ну понимаете, там объяснить, почему надо, там, не знаю, ходить в храм, там, или почему вот такая, там, почему, не знаю, какие-то, есть доводы в пользу, там, существование Бога, или отрицание Его, там, или какие-то положения относительно морали, там, почему нравственность, это хорошо, они, ну то есть, это проще, проще базироваться, потому что оно имеет оттенок утилитарности, то есть полезности, целесообразности, да, но, то есть мы там, допустим, мы знаем, что мораль, если ты ведешь себя неправильно, то, ну, ты, как бы, там, грубо воруешь, там, нарушаешь законы какие-то, там, и иротические, и моральные, да, то ты, ну, общество разлагаешь, то есть это нецелесообразно, но тут проще все, да, там, можно, конечно, дискутировать, что-то там, это, но эстетика реально сложная штука, я вам серьезно говорю, это не шуточки, тут, вот, тут базироваться очень сложно, да, и это все подмечали, вольно-невольно, кто-то неосознанно там, кто-то писал про это, про эти вещи, кто-то там более осознанно и ясно, да, это подчеркивал, вот, потому что эстетика, понимаете, тут дело вкуса, да, и ты, как ты скажешь, вот, что вот это, вот, допустим, соната Бетховена красивая, там, или какая-нибудь картина, какого-нибудь, там, не знаю, Пикассо, или еще кого-то там, она вот достойна, да, восхищения, а какая-нибудь фигня для тебя, она не достойна, а для другого эта фигня кажется высшим идеалом искусства, например, вот, но мы это обсудим, все, там есть какие-то, не какие-то, есть определенные объективные, такие фундаментальные положения, на которых можно, на которых можно базировать, вот, линию, да, базировать, как сказать, выстраивать, да, какую-то аргументацию, какие-то доводы в пользу того, что действительно это высокое, а это низкое, вот, потому что действительно, вот, вы заметите, что мы, когда, когда мы общаемся, там, где-то, или слушаем ток-шоу политические какие-нибудь, или что угодно, вот, когда осуждается какая-то дичь, там, какой-то, не знаю, Моргенштерн какой-нибудь, там, или какая-то низость в культуре, да, даже какие-то такие, там, шоу этих, там, политических, или каких-то угодно, если они осуждают это, то, как правило, просто, ну, это типа, посмотрите, как это пошло, низко, или далее, а если был умный человек, спросил у него, а почему это пошло, это субъективно, это тебе, это, почему ты решил, что вообще пошлость, это плохо, например, и все, и человек ничего не ответит никогда в жизни, потому что он, ну, не обладает знаниями, такими глубокими, тонкими в искусстве, в творчестве, в эстетике, как, ну, как следовало обладать, поэтому можно ли все легко поставить под сомнение, и вы ничего не, ну, то есть они просто безапелляционно говорят, что вот это плохо, и все, не, они правы, конечно, я понимаю, что это плохо, но вот доводов нет, понимаете, и поэтому это первая польза эстетики, смотрите, да, что мы можем отличать фуфло от действительно достойных вещей, мы можем отличать низость, примитивизм, убожество, ничтожество от высоких, серьезных, сложных, возвышенных вещей, да, это очень важно, да, поэтому вот это вот первое, почему эстетика, почему нужно знать, что такое эстетика, почему нужно изучать филологику эстетики, потому что вы будете отличать не просто так вот, ну, типа принято в обществе, что вот это вот все-таки какая-то херня, а вот тут большинство решило, что это хорошо, поэтому мы будем все соглашаться, да, не, надо иметь доводы логические, математические, строгие, объективные, да, они есть, понимаете, здесь много субъективизма, да, в эстетике, это намного больше, чем, там, не знаю, психологику, или там, или религии, или еще где-то, но они есть, эти вещи объективные, мы потом их, ну, не сегодня будем рассматривать, да, вот, поэтому, чтобы отличать низость от высокого, да, для этого требуются вот эти вот понимания, эти глубокие, логические, проникновенные знания в сущность предмета эстетики, да, вот, это первое. Отсюда вытекает второе, то есть первое, это как бы для себя, да, можно сказать, что ты должен понимать, что, ты должен понимать отсюда, как воспитывать твоих детей, что им прививать, какие там виды искусства, творчества, какую музыку им слушать, и какие картины смотреть, какие там, это самое, ну, то, чтобы там запрещать, но минимум не одобрять, а можно даже иногда и запрещать, да, когда там это не приведет к обратному результату, да, если тут отдельная тема психология, да, тонко действовать, да, вот, то есть это первое, да, что мы для себя понимаем. Второе, это то, что такие знаниями должны обладать и люди, которые сидят там, чиновнички всякие, сидят в этих всяких аппаратах, министерствах, там, и культуры, образовании, они должны цензурировать это все, да, а чтобы цензурировать, да, вот, нужно знать, что вообще цензурировать, потому что если ты сам ни черта не шаришь, не соображаешь, как ты сможешь определить, что запрещать, а что поощрять, например, да, вот, или хотя бы, если не запрещать, то хотя бы не продвигать, да, а так, сейчас в театрах всякую пошлятину, то есть в фильмах тоже, в передачках, где-то, нет никакой цензуры, поэтому, ну, это хаос, да, это, вот, понимаете, еще тут такой один есть недостаток, связанный с этой темой, потому что, чтобы понять максимальную практичность эстетики, ну, то есть для чего она, для чего эти знания нужны, да, нужно ее хорошо изучить, то есть, а я, видите, даю эти знания, как бы, наоборот, сначала я рассказываю о практичности, а потом будем изучать уже непосредственно ее сущность, да, вот, и почему это дело, потому что, ну, чтобы заинтересовать изначально слушателя, чтобы он понимал, скажет, зачем эти знания, там, да, все это вот, вот затем, поэтому сейчас, как бы, я немножко безапелляционно, да, говорю, что вот, есть искусство высокое, есть невысокое, пока что мы не имеем доводов, ну, пока просто так, я, как бы, авансом, да, это все, вот, то есть, пока я не привожу доводов, ничего, ну, можете считать, что просто пока поверьте мне на слово, дальше, что по следующих, там, лекциях уже будут какие-то, какие-то аргументы, да, приводиться в пользу того, что я говорю, что есть, объективно есть, да, то есть не все там размыто, все там релятивно не есть, вот, есть какие-то вещи релятивные, да, понятное дело, не все там, прямо, вот, математично, объективно, но есть вещи, на которые можно и нужно, да, цепляться, да, вот, поэтому вот эти, вот, вернемся к нашим чиновникам, да, что они должны понимать, что есть низость, а что есть высокость, вот, как они будут, как они, да, понятно, что, как бы, там, все где-то понимают на уровне подсознания, там, не знаю, как там оно сложилось, там, в архетипах, где-то еще, там, воспитание, что, вот, все примерно понимают, что осуждается, что нет, там, да, какие-то, там, голые жопы осуждается, там, какой-то пошлятина, примитивизм какой-то, да, там, ну, осуждается умными людьми, понятно, но все равно понимаете, если спросят, а почему, вот, почему вы осуждаете, это вот у нас там свое мнение, короче, вот, у вас точка зрения отличается, и вы ищете, типа, вытиран, короче, у вас цензура, вы деспот, там, и у вас там Северная Корея, еще какая-то херня, да, начнется звучать, ну, такая бездарная и серомастная, да, поэтому, чтобы этой херни не было, чтобы мы могли ответить на такую херню, ну, и мы, и я, чтобы все могли понимать, чтобы народ весь вообще, чтобы общество понимало, ну, аргументированно, объективно понимало, что хорошо, что плохо в эссетике, для этого нужны эти знания, то есть это второе положение, для того, чтобы в системе, там, в нашей, ну, вообще, во всем мире, да, в системе образования навести порядок и цензурировать обязательно, да, пока сейчас, конечно, некоторым тупицам может слух резать, типа, слово цензура, потому что они уже привыкли, они уже, как бы, разращенные, они думают, что цензура – это какое-то зло, их научила, вот, вот, убогая либеросня этим всем, да, вещам. Не стоящего ломаного хороша, вообще, самая презренная идеология, которая только, в принципе, может существовать на Земле, да, и даже в космосе еще, если сюда прилетят инопланетяне, они спостят, и вы его не спостите, какая самая презренная, да, там, какие-то… Инопланетяне очень высокого уровня, они скажут, что самая презренная, ничтожная – это, это либеросня, да, то есть, вот, типа, а-ля свободно, да, когда все дозволено, потому что даже откровенное зло, такой жесткий тоталитаризм, который вообще просто констлагеря делает, он, ну, он, это хотя бы сила, то есть, это тоже плохо, понятно, да, там, но это хотя бы сила, она всегда что-то показывает, какие-то результаты экономики, не знаю, в чем-то там, там себя показывают, а либеросня, она, ну, поначалу может показывать какие-то плоды экономики, но потом, как мы сейчас увидим в ближайшее время, в ближайшие годы, в ближайшие 50 лет, она будет просто разлагаться везде вообще, вот просто и в экономике, в политике, в морали, в семье, то есть, это самая вшивая, убогая, ничтожная концепция, ну, это отошло от темы чуть-чуть, вот, поэтому, чтобы, вот, да, люди же привыкли, конечно, что это классно, ну, это вообще посмешище, не будем сейчас вникать, это отдельно, вот, поэтому, типа, вот, как это так, цензура, что это такое, на самом деле, цензура, это, это то, что надо нам, это то, что, это когда вы свой огород начинаете полоть, когда бурьян, да, отсекаете, чтобы что-то произвести в огороде, да, чтобы что-то уродилось в вашем огороде достойное, картошка выросла, клубничка, там, так далее, вот, то надо полоть, ухаживать, полоть, то есть надо вырезать бурьян какой-нибудь, да, вот, поэтому, ну, вы поняли, да, о чем речь, намек, как говорится, вот, так, хорошо, возвращаемся дальше, какие еще могут быть у нас пользы от знаний в области, что такое прекрасно, то есть эстетики, это судейство, например, на конкурсах музыкальных, на конкурсах по живописи, например, на каких-то там конкурсах по танцам, я не знаю, по чему угодно, ну, то есть каких-то там соревнованиях, да, скажем так, потому что для того, чтобы судить музыку, да, например, надо понимать, что в музыке есть вещи кусовщина, да, то есть кусовые, о которых, ну, очень тяжело к ним как-то подобраться и сказать, что это неправильно, да, что ты играешь не так, а вот так правильно, да, а есть вещи, которые действительно объективно, как бы не совсем правильные, да, в искусстве, да, там, в живописи, музыке, то есть они, ну, как бы, скажем так, объективно показывают какие-то слабости, да, поэтому из-за этого можно снижать, допустим, бал, да, на конкурсах, вот, то есть вот посмотрите, какая практика от этого всего, какая практичность, да, то есть эти знания, ну, это надо знать, потому что бывают там какие-то несправедливости, выпиющие на конкурсах, там где-то на экзаменах, например, экзамен то же самое вот во всех узах, там где, ну, в области эстетики, то есть это там, не знаю, живопись, цирковое даже училище, например, не знаю, там, где требуется тоже подача, актерство учитывается, да, какое-то в консерваториях, училищах всегда аж экзамены, да, есть, и надо их правильно судить, потому что понимать, за что есть кусовщина, потому что очень часто судят, там, допустим, это ритм, да, в музыке, ну, я просто музыкант, не большой эксперт, там, живописи, поэтому больше буду, конечно, приведет пример из музыки, да, вот, и, например, там, ритм, ну, вот, как вы считаете, ритм, это, если ты играешь, там, бывает, не ритмичный чуть-чуть, это вот, это надо судить или не надо, ну, смотря какое произведение, во-первых, во-вторых, скорее нет, чем да, а многие нет, вот, если ты сирал не ритмично, все, минус баллов, идеально будешь вообще богом, просто музыку будешь чувствовать, как угодно, все, снизим балл тебе, вот так вот, вот, это неправильно, видите, ну, это просто один пример привел, да, это все потом конкретика будет не на первой лекции, да, сегодня чисто сугубо поговорим про практичность этих знаний, да, в области филологики, эстетики, вот, дальше, какие еще могут быть пользы, да, то есть это третья польза, да, девочки, еще раз вернемся, первое, для себя, для того, чтобы понимать, что своим детям прививать, что себе, что слушать в метро, что не слушать в метро, какую музыку имею это, да, второе, это, ну, министерство образования, министерство культуры, должны все понимать, чтобы делать цензуры на высшем уровне, да, третье, это судейство на конкурсах, на экзаменах и прочее, и четвертое, это для того, чтобы лучше ее чувствовать, да, то есть это, ну, это такое, причина уже не совсем такая, можно сказать, сильно практична, потому что можно чувствовать и не зная, да, есть хорошие музыканты, вообще, они вообще понятия не имеют, что только музыка, вообще, ни одной дефиниции не знают, просто ни одной, но тем не менее, играют очень музыкально, да, но тем не менее, все равно можно где-то процентов там на 10, на 20 улучшить, да, и развивать его, что самое главное, то есть для развития, в какой-то определенной мере, для развития вкуса, для развития музыкальности даже, вот, то есть она, опять-таки, подчеркиваю, то есть это не самое главное для развития музыкальности, то есть можно быть музыкантом шикарным, без знаний, а можно знать все, быть философом эстетики, но тем не менее, быть музыкантом или художником, там, или, не знаю, танцором уже такого уровня низкого, да, хотя знания имеешь, да, ну и, наконец, какой там пятый, четвертый пункт, это то, что эти знания, они вообще развивают общее мировоззрение, то есть, поскольку это филологика, то есть это глубокие такие вещи, скажем так, трансцендентального порядка, то есть не путайте с трансцендентным, да, ну это слово сложное, нужно, короче, забудьте, что я сказал, ну, в общем, это типа, как, давайте, простым языком, это глубокие, да, вещи, такие глубокие, что глубже уже идти нельзя, да, то есть, вот это есть трансцендентальный только по такие некие положения, да, ну это кантовская фишка, молодец, гений вообще в этом плане, вот, и, конечно же, вот их знать, это дает тебе шире мировоззрение, это влияет на твою жизнь, это развивает твое мышление, мозг в целом, да, отсюда улучшается общее качество жизни, ну, я не говорю, что там, если ты будешь экспертом в филологике и эстетике, то ты будешь, у тебя жизнь наладится, да, что ты будешь вообще, я имею в виду, жизнь наладится не материальная, там, что у тебя все получится, а просто даже вот ты будешь вообще в раю жить, там, или у тебя будет все классно, восприятие мира, все станет вообще как вот совсем, нет, такого не будет, конечно, но частично, там, на какой-то процент, на 5, на 10, оно поспособствует просто, ну, такой какой-то грамотности, своей личной грамотности для себя, ну, и для окружающих тоже, естественно, спросят, там, ты будешь понимать, мы же все друг друга влияем, да, поэтому вот эти знания тоже, вот, и они будут, конечно же, очень приятны для самой себя, плюс, ну, развивают мышление, вот, допустим, смотрите, такой момент еще, вот, почему эстетику не преподают в школе, да, ну, вообще филологику, ну, то есть философию не преподают в школе, смотрите, вот, интересный момент, вы учили в школе, ну, я учил все, ну, я правда не учил это все, я прогуливал, слава богу, ума хватило туда, хотя ума туда не было, хватило, скорее, просто какой-то вот жизненной силы, чтобы не учить, ну, доту, да, вот, то есть мы все учили там тангенсы, катангенсы, какие-то высшие формулы по химии, я не утверждаю, что не надо учить математику, и алгебру, и даже вот эти вот, высшую алгебру, ну, то есть для специалиста нужно обязательно это все знать, тангенс, катангенс, там, вот эти все, корень, шморень, вот, но то, что это учат все дети, это раз, это уже ошибка будет большая, да, и оно в жизни вообще вам не пригодилось никогда, вообще, слово совсем, то есть это одно, да, то есть какие-то такие вот вещи, мы все проходим, там, и они нам в жизни, да, понятно, что обычную, там, таблицу умножения, считать, ну, даже не обычно, а чуть выше, чем обычный уровень, да, какой-нибудь, вам в жизни это пригодится однозначно, а вот это все, вот, процентов оставшихся 80, которые там вас возгрузят в математике, там, ну, там и физики, везде, я просто так, пару взял новых, вот, каких-то, для примера, то вам это в жизни не пригождается от слова совсем, в то время, как эстетика вас окружает, везде, да, вот, просто, вот она повсюду, снег, природа, не знаю, все это любование, это, а это влияет на ваше качество жизни, на ваши ощущения, да, это влияет, как мы сказали, на, потом это будет все доказано, сейчас просто я опять подчеркиваю, повторяюсь, безапелляционно утверждаю, но потом это будет все во второй части, да, или третья, посмотрим, то есть, вот это вот, какая эстетика вас окружает, то есть, что вы слушаете, что вы смотрите, какие фильмы, какие картины, какой танец даже вы исполняете, это влияет на вашу жизнь, на ваше мировоззрение, на ваши ощущения, на вашу психику, это факт, потом это будет доказано всегда и показано, вот, но этим мы, это в школе не преподается, вот так вот, 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 такое слабоумие, да, у человечества, вот, вот, как вы это объясните, это клиника, то есть, почему они не учат познанию таких сущностных вещей, да, ну, отчасти это было мной объяснено в начале видео, что отчасти сами философы зафлудили это понятие, да, ну, отчасти просто вот те, кто складывают систему образования, у них мозгов нет, ну, в принципе, а те, кто складывают образовательную систему, это же те же люди, которые вот выросли, ну, вот, с улицы, да, ну, в смысле, то есть, это просто чисто слабоумие человеческое, такое природное, да, то есть, не надо спихивать на кого-то конкретное, да, на кого-то, вот, в себе начинать искать, да, причин, то есть, просто люди тупые, да, от природы своей, поэтому они этими вещами не занимаются, вот, поэтому, вот, еще такой момент, что действительно не преподается, видите, эти знания, которые оказывают, вы же понимаете, вот, смотрите, вот, танкинс, да, бесполезная вещь, вы не используете ее в жизни, там, да, дальше эстетика, вы идете, вы встаете, просыпаетесь, смотрите на ваши стены, на их цвет, там, не знаю, как в вашей комнате все расставлено, да, фэн-шуй, там, какой-нибудь, условно, то есть, если у вас обои черные, там, какие-то эти красные, это одно настроение, оно вызывает тягость, если светлое, то это лучше, да. То есть, вы, там, просто купили, вы не знаете, да, как я буду покупать, вы купили, что попало, потому что у вас нет знаний, и потом страдаете, например, да, или, там, какие-то картины, тоже известный факт, что если ты, они, они же на тебя влияют, да, ты вешаешь картину, например, такую-то, вот, я уже, видите, немножко, все-таки, перехожу каким-то доводом, но это так, пока все поверхность, да, то есть, картина влияет, да, на тебя, ты этого не знаешь, вешаешь, что попало, вот, ты идешь, потом, встаешь, покушал да там пошел на работу едешь метро там или транспорте в автобусе слушаешь какую-то музычку там продиджи мэрли мэнсон например да ты не знаешь тебе просто тебе никто никогда не объяснял что есть хорошая статика что плохая тебя никогда не учили ни в школе не в универах там да не в птуды же что там что хорошо что плохо какая музыка хорошая какая плохая ты просто слушаешь дело вкуса тому то все это все субъективно относительно просвещенная вы там какие-то консерваторы закостенелы потом общаешься с людьми ты эту музыку вот кстати еще момент и эту музыку если ты какой-то там менеджер магазина владелец эту музыку ставишь в бутиках знаете заходишь бутик там играет такая музыка я называю субстанциоль субстанциональная субстанция это некая материя лишенная свойство ну то есть такой вот допустим что-то безвкусно например да там сейчас часто говорим-то мод еда безвкусно и она там без привыкла там творог обижиренный там субстанция какая-то творожная субстанция можно назвать до этой условно вот эта музыка которая в бутиках такая знаете субстанционально она к бесчеловечная такая знать типа какой-то электротеха там такая дебильная то есть чтобы ну вот я не буду доказывать почему а часто бельно Я опять повторяюсь, в сотый раз, чтобы не было вопросов, я это все буду объяснять и заказывать в последующих лекциях. Сегодня просто безапелляционно будем считать, я утверждаю это голословно, скажем так, вот, и таким образом, да, то есть, ну, как будто я, то есть, ну, это музыка для ибицилов, да, для таких вот, для зомбиков чуть-чуть, да, для, то есть она выражает такую какую-то, знаете, ну, вообще, нету каких-то там жизни, нету творений, ну, вообще, или музыка, которая уже такая более, ну, живая, более живее, допустим, в залах, вот я спортсмен там, да, в залах тренажерных часто играет тоже музыка такая более, ну, уже попсовенькая, то есть она не такая прям мертвая, да, такая вообще эмбицильная, но она такая попса, но она такая дешевенькая, знаете, по такой музыку, вот, заметьте, кто, кто слушает, эти люди, которые, ну, их никогда не интересует ничего серьезно. Кстати, вот по музыке можно определить, какой человек, музыку слушает, да, сразу вот, можно вот все сказать почти про человека, ну, не все, но очень много, вот, и такая, знаете, легкомысленная музычка, такая вот, беззаботная, знаете, как вот, ты живи, Карвач, и не думай ни о чем, ни о вечности, ни о правильности, ни об истине, ни об того, куда ты движешься, такая вот, такая, знаете, типа Ля Бринни Спирс, ну, я так пообразно говорю, Бринни Спирс, конечно же, в сто раз лучше, чем то, что сейчас, в последние годы вообще музыка просто отвратительнейшая, вот, смотрите, я к чему веду, в залах музыка, в бутиках музыка, в супермаркетах музыка, это же все на нас влияет, вы же не выжили, вы думаете, что не влияет, потом вы вот такую музыку послушали, вам понравилось через два года, уже вы привыкли к ней, ну, или какого-то через два года, какого-то через две недели, потом, к вам приходят гости на день рождения, вы ей такую музыку ставите, гости тоже начинают заражаться этим вирусом, и общество пошло-поехало, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вы думаете, что я шучу, что от музыки, да, от музыки, может, вот так вот, все начинается с мелочей, да, конечно, на одной музыке общество не поднимешь и не опустишь сильно низко, но это как дополнение к тому, что идет пропаганде, поверьте, это очень сильно влияет, это настолько сильно влияет, что это дополнение, оно очень весомое, да, и вот, вот, да, почему я говорю, что почему музыка, не музыка, а эстетика, да, антураж магазина, тренажерного зала, то есть все тоже влияет на нас, да, вот, и как вы видите, да, что эти знания, то есть я к чему сейчас, да, что те знания, которые в школах нам вообще не нужны, просто не нужны, там, ну, не все опять подчеркиваю, и не нужны, я подчеркиваю, не всем людям вообще, есть специалист, который хочет стать математиком, там, это, да, я знаю, что вы скажете, что вот он еще не знает, кем он станет, поэтому надо все преподавать до старости, потом он выберет, но этого я не буду сейчас сдуваться, я потом могу как-нибудь на это возразить, приведу доводы, да, но пока сейчас просто тоже безапелляционно, традиционно, что то, что вы не используете, да, выучите, а то, что настолько полезно, да, что настолько оно оказывает воздействие, какие фильмы, кстати, тоже, да, смотрите, это же все, вот, просто, бывает, некоторые страны заключаются особым таким, да, политическим слабоумием, ну, не будем, я думаю, многие поняли намек, да, очень-очень таким политическим слабоумием, импицильностью, примитивизмом и так далее, да, вот, и, конечно же, некоторые люди, которые живут в этих странах, которые остаются трезвыми, да, при этом всем, они видят настолько, насколько я это вижу, и другие видят, и в разных странах это видно, да, насколько люди мгновенно быстро тупеют, просто каждую, просто, не знаю, неделю, я вам серьезно говорю, каждую неделю, как можно тупеть, просто люди настолько подвержены, они настолько безвольны в своем большинстве, настолько они бесхарактерны, что просто сегодня им одно говорят, завтра будет другое, они поменяются, и все думают, что они такие умные, все думают, что они, типа, сами это все выбрали, так смешно наблюдают, все думают, что они, вот, когда кто-то говорит, что, вот, я сейчас скажу, что люди тупые, да, сейчас, я сказал эту фразу, все же подпишутся под ней, и себя не будут никогда к этому причислять, вот, да, я сказал, да, люди, ну, еще в середине лекции сказал, что люди, ну, по своей природе, в большинстве, ну, очень тупые, да, просто, они не хотят ничего менять, да, вот, и все же под этим подписались, сейчас, кто слушает видео, и никто себя не причислен к тупым, ну, вот, поэтому, понятно, да, надеюсь, поэтому, ну, вы поняли намек, да, поэтому, что я мог сказать, что, действительно, общество может деградировать с колоссальной скоростью, просто это, я сам, я был в шоке, я этого не знал, я знал, что, не знаю, с 15 лет, там, с 20, условно, ну, я догадывался, что, ну, люди как-то подвержены влиянию сильному, да, какому-то такому, но, вот, буквально недавно мне довелось узнавать, как это быстро можно вообще просто превратиться, как можно быстро упасть, это все вместе, в частности, и какая музыка, и какая, в какую сторону курс выбран, да, по, я имею в виду, геополитике, например, там, по географии, да, какую музыку слушать, какую живопись, кого вы своих героев делаете, там, не знаю, вообще, вот, кажется, вроде ты, ты ж там, ну, вот, этого героя, например, не сильно, там, знаешь, ну, ты ему не поклоняешься вообще, ты просто вот принял пассивно, один раз про него подумал, я ничего не возразил, и, казалось бы, ну, ничего страшного, а на самом деле это так страшно, потому что ты подключаешься к эгрегору, назовем это эгрегор, это слово из шизотерики понятия, да, термин, понятно, что шизотерика это бред силы кобылы, да, но просто пока вот такой термин, более понятен всем эгрегор, да, то есть некая такая условная, духовная, какая-то такая совокупная субстанция энергетическая, которая всегда подключается, да, вот, если ты там что-то принял, да, сказал какие-то слова, если ты там даже особо не паришься, все равно же отчасти подключен к этому всему, да, вот, поэтому, поэтому, ребята, какие выводы, ну, выводы вы уже сделали, да, надеюсь, что эстетика, она, очень, эти знания, да, о том, что такое вообще это является, чем она является, да, и где найти вот эти вот критерии, да, и полезности, и вредности, какая из них полезна, как вредна, да, и где найти критерии, да, то это нужно все искать в изучении этого предмета, вот, возвращаясь еще к литературе, да, какую литературу читать, ну, конечно же, ее очень мало, да, я вам скажу, что читать нечего особо здесь, могу порекомендовать несколько, но опять же таки, я рекомендую, понимаете, вообще читать нужно любую литературу, особенно по, там, философии, по психологии, такое, что-то, да, общее, когда, там, то есть не какие-то факты, там, по истории, хотя это тоже надо, понятно, рассматривать критически, а вот такие какие-то вещи характера общего, да, ну, то есть, там, про жизнь, там, не знаю, философия, про такие общие категории, всегда нужно читать, не впитывая знания оттуда, вот, да, опять-таки, вернемся, да, к мною упомянутому подверженности чрезмерного влияния общества на все, что ему скажем, да, не просто верить наслепо все, что ты читаешь, да, а ты, когда читаешь, ты должен просто думать об этом, то, что ты читаешь, тебя это должно наводить на мысль, ты должен, как бы, быть сам творцом, но, конечно же, творить не по принципу, что хочу, что творю, да, а читать, стремясь познать, как оно есть на самом деле, то есть, истину настоящую познать, истина, это не то, что такое-то абстрактное, там, религиозное, истина, это просто, вот, то, что есть, то есть, это, это антоним слова заблуждения, то есть, 2 плюс 24 – это истина, да, это предмет больше этого, это истина, то есть, это не то, что, знаете, там, часто это слово истина, как, допустим, Гегель его употребляют или в Библии часто истина, там, Христос истина, не существование Христа как личности или Бога истина, а именно Христос истины или Бог-любовь, это смешные понятия, то есть не Бог обладает любовью, а Бог есть любовь, это нарушение логики, это бред, вот эти все понятия истинности, размытые, это все чушь, то есть под истиной имеется в виду сугубо то, что есть, то, что правда, вот правда то, что сегодня, например, 27 число, 27 декабря, кстати, на улице снег такой классный, так красиво, вот вам эстетика, и вот это истина, а если скажу сегодня 25 декабря 2020 года, то, ой, ноября, ноября, то это будет не истина, это будет заблуждение, вот, поэтому, когда читаем книжку какую-нибудь, да, нужно всегда стремиться опознать истину, не познать то, что тебе хочется, вот, то есть не выдамай желаемое за действительное, а познать то, что есть, и просто вот этот философ, который пишет, вы читаете, там, какого-то, не знаю, Канта там, или Гартмана, есть такой тоже по эстетике, Николая Гартмана тоже более-менее можно почитать, то есть просто думайте над тем, что там написано, просто медленно читать, это не так, как там ты читаешь роман, но роман-то вообще отдельная история, то есть просто читаешь, там бегал, там, он зашел, он сказал, он открыл дверь, там была такая-то погода, короче, ну, это такая пустотень, да, просто ты читаешь, проходишь мимо взглядом, да, там, у тебя включается воображение частично и дальше все, а, ну, научную серьезную литературу следует читать вдумчиво-медленно, я как первый скопом мечтал Канта, я мог себе позволить прочитать две страницы в день, очень медленно, вдумчиво, потом, конечно, я уже читал по 20 в день, потому что уже мозг, ну, а как только начинаешь вообще, только я начинал изучать философию, я имею в виду, больше мой мозг не смог, это очень сложно там было переваривать, да, все это, там, нам надо вдумываться, понимаете, поэтому, когда читаешь, вот, если вас интересует вопрос, какую я мог бы вам порекомендовать литературу, то исключительно таких авторов, как Кант, Критика способностей суждения, Николай Гартман, Эстетика, можно чуть-чуть очень дозированно, и с, скажем так, хорошей такой, ну, с пониманием того, что человек болен на голову, это Гегель Эстетика, лекции по эстетике, да, есть там несколько сочинений, да, то есть понимать, что Гегель это человек, который умственно, скажем, некоторые, то есть он иногда говорит, вещи умные, правильные, но очень часто это клиника, да, но опять же таки, мы можем любого даже, ну, сумасшедшего человека найти что-то прямо гениальное, иногда он что-то скажет просто, и все, это прям круто, да, вот, и, конечно, у Гегеля нет ничего гениального, но там просто, вы можете тоже просто, оно будет вас наводить на мысль, понимаете, еще раз подчеркиваю, эти все три книги, что я перечислил, да, больше нечего читать, а, еще есть Завалька тоже, мне как-то скинули, там, где-то в Ютубе, по-моему, кто-то писал, почитай Завалька, тоже, тоже можно почитать, да, эстетика, вот, и вот эти четыре работы, да, в основном, но еще можно, есть такой Александр Баумгартман, да, он немец, это, пожалуй, первый, кто сильно начал вникать, что такое эстетика, и он придумал термин эстетика, в принципе, да, ну, ввел его в такой, в адекватный обиход, да, вот, то есть наука прекрасна, так далее, вот, его тоже можно, ну, там еще такое чуть-чуть все, знаете, а-ля, такое немножко мышление еще, знаете, такое догматичное, нечищенное, скажем так, да, уж у Канта уже там, он просто, мышление, мышление у него компьютерное, да, то есть Канта, это компьютер, но это хорошо имеется в виду, да, что, то есть все четко, логично, да, поэтому вот, вот эти работы, да, почитайте, что я перечислил, и еще раз повторяю, значит, Кант, критика способностей суждения, эстетика Николая Гартман, Завалька, да, вот эта эстетика, там как-то она, по-моему, называется по-другому, или просто эстетика, не помню, потом Гегелем можно дозировано там как-то, ну, с тем, что, принимая в расчет его слабоумие, да, и так далее, его вот эта вот, что он выскочком был тоже, ну, все равно можно там найти что-то неплохое, да, для размышления, не для получения информации, а для размышления, подчеркиваю. Теперь давайте еще немножко подробнее, как читать, да, то есть вы берете, читаете, да, и просто думаете над тем, что, пытаетесь опровергнуть в мысли, вот прочитали абзац или строчку, некое утверждение, там, это есть так, это есть так, подумайте, правда он говорит, что он имеет в виду, да, попробуйте найти какие-то примеры жизни, то есть очень большая ошибка философов всех, даже такого хорошего философа, как Канта, то, что он дает мало примеров, он там, конечно, иногда дает, но если бы он давал на странице по 10 примеров, его бы считали вот все люди на этой планете и восхищались бы, но учитывая, что вот этого, они пускаются в эти дебри без примеров, да, теряют почву, да, вот эту вот эмпирическую, и они потом, ну, их становится сложной для понятия, вот, приходится самому как бы додумывать, искать примеры, да, поэтому, когда читают, нужно что? Вдумчиво, медленно, критично и не впитывать, а просто вот обрабатывать информацию, да, и какие-то приводить примеры, 4 пункта, да, то есть конкретика, философия, это общая, нужна конкретика, всегда под нее примеры, вот, поэтому я всегда люблю примеры конкретные, это признак научности, это признак того, что твои знания, они реальные, они просто какая-то чушь, словоблудие, какая-то, не знаю, мишура в голове, мысли и так далее, да. И еще такой момент, обратите внимание, когда будете читать что-нибудь из этой указанной мной и только что перечисленной литературы, понимаете, что даже у Канта много воды, то есть, ну, просто даже понимать, что вы можете читать страницу, и там просто пустота будет, просто пустотень, даже две страницы, пустотень, поэтому тут надо просто перетерпеть, да, и потом, то есть, иногда может быть пустота, потом бац, одна строчка гениальная просто, да, она восстановила на мысль, вы что-то поняли. Это всех сейчас касается. Карпмана, Канта, тем более Гегеля, может быть, глава целая, просто словоблудие, чушь собачья. У него с мозгами было не очень, хотя думают, что он гений, все не знают. Хотя некоторые вещи, опять повторяюсь, некоторые вещи он, конечно, правильно подмечает. Когда он говорит какие-то вещи более приземленные, такие очевидные, он молодец. Но когда он говорит эту свою метафизику, начинает чушь огородить, это просто куча слов бессмысленных, бессвязанных между собой. Он сам не понимает, что он говорит, он думает, что понимает, но это болезнь. Это отдельная тема, это Канта, это все про верх, вот эта грязь в метафизике, которую философы себе, этот блуд, такой рациональный блуд, назовем это, или как это лучше назвать, не знаю. Поэтому сразу понимаете, что в целом, так, чтобы знать, и ты читаешь каждую строчку, и прям полезно все новое. Нет такой литературы по эстетике, нету вообще. Начнем с того, что девяносто процентов философов, девяносто пять, это вообще не философы, как я сказал изначально, что они испортили все свое имя, и само понятие философии, ее термин, там все нудное, бредятино, пустое, из пустого в порожнее приливается, из пальца высасывается, что-то, да. Ну и иногда проскакивают какие-то гениальные мысли, да. Поэтому читать, в принципе, нечего вообще в мире сейчас, на самом деле, я вам скажу. Просто нечего читать, то есть это, это самое. Вот, поэтому видео тоже в ютубе нету по эстетике. Я как начал смотреть видео, просто вот перед тем, как записывать, интересно, а что там другие ребята рассказывают. Ой, боже мой, это просто нереальное что-то. Это целая наука. Я его как-нибудь попробую скопировать. Это наука о том, как можно говорить так долго и ничего не сказать. Просто вот я, просто мне даже интересно стало, я сейчас говорю без там сарказма, без этого, без иронии, то есть мне действительно интересно, как это, как можно, то есть я скажу, Андрей, сделай то же самое. Я не смогу так повторить, то есть вот, ну, если мне скажут, Андрей, сыграй на гитаре какую-то фигню, сделай кучу ошибок, там грязь, ну вот просто дичь сыграй какую-нибудь. Я сыграю, да, то есть просто начну пальцами водить, а там это я так не сделаю, то есть вот настолько надо уметь много говорить и ничего не сказать, настолько все опустошенное сейчас, просто нечего ни читать, ни слушать, ни смотреть, просто нечего. Ну какие там, вот скиньте мне какую-нибудь лекцию, то есть читать и слушать сейчас очень мало не найдете, почти нечего, да. Плюс все у друг друга переписывают, там кто-то, вот эти всякие блохеры, которые там делают видео, тоже там про эстетику, просто чувак сел, какой-нибудь там школьник или даже мужичок, просто, не, есть разные, есть такие философы, там которые, ну философ понятно, да, что они, есть просто школьники какие-то, ну школьники тоже условно, это ему может быть 25 лет, там, да, вот, взял там, короче, просто подкрывал, там какие-то по обыреку, там нашел статьи в интернете, там какие-то википедии подкрывал, там просто переписал, там где-то что-то по-своему чуть-чуть с интерпретировал и выложил все, ну рассказал, то есть, ну вообще ничего интересного, ничего нового, то есть, ты заходишь в каждое видео и видишь то, что ты можешь найти в интернете, в гугле, в википедии, еще даже в худшее, еще даже в худшем форме, потому что там хоть написано, все упорядочено более или менее, там тоже, конечно, много всякой чуши можно встретить, например, такое интересно тоже, это же, это же, представляете, насколько надо быть тупорылым, вот, в википедии, да, психология, это наука о психических процессах, вот, откройте, почитайте, там так написано, это как получается, то есть, смотрите, если человек интересуется, что такое психология, это означает, что он не знает, что такое психика, потому что логия, ну догадывается, что психология, филология, там, не знаю, стоматология, то есть, это наука, то есть, логия, это просто приставочка, которая означает, что там, наука о чем-то, да, то есть, если человек не знает, что такое психология, он делает, что это такое психика. То есть он говорит, что психология – это наука психики, о каких-то процессах психических. Объяснять через неизвестное. Неизвестное объясняется через неизвестное, такое же причем. Он понимает, через другое неизвестное? Ладно, еще можно подумать. Может быть, предположить, что он знает это другое неизвестное? Да это и неизвестное. Нужно быть дебилом, чтобы такое описать, такую дефиницию составить. это официальная википедия почитайте то есть поэтому в общем ребята ситуация тяжелая но короче надо где-то выискивать там где-то отдельные поймете читайте кого-нибудь там гардмана лучше канта конечно как на первом месте оставлю по эстетике даже несмотря там что многое скучное нудное лишнее и мало примеров конкретно и да тем не менее все на первом месте это сто процентов читайте какой-нибудь там канты или гарпа ну да тебе придется пережить эту 200 страницы нудотины потом найти что-то хорошее пережить две-три страницы нудотин найти одну страницу гениального даже может быть чего-то такого да прям подмечено настолько что можно прям эту дефиницию или это выражение настолько метко что ты можешь себе его на всю жизнь использовать вот так ну в общем вроде все да сегодня я озвучил такие да вот тезисы по поводу практичности этих знаний что они действительно очень важны для нас чтобы не было сомнений ни у кого и дальше можно приступить к изучению того что такое эстетика сейчас я просто поставлю вопрос не но я не буду отвечать уже потом следующем видео